Всем привет! Дятюр дает прогноз на матч 37 тура Ла Лиги Хетафа и Леванте. Встречаются 16 и 13 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 8 раз играли на обе забьют нет и 7 раз на тотал меньше. Последние 6 очных матчей были нулевыми. Последние 3 очные матчи выиграли хозяева в сухую. Последние 4 очные матчи на поле Хетафы были нулевыми. Статистика команд. Хетафы проиграл последние 3 матча на 1-0. Хетафы не забивал в 3 последних домашних матчах. Леванте без побед в последних 6 матчах. Леванте последние 2 матча отыграл результативными ничьями. В минувшем туре Хетафы проиграл 0-1 Сельте. Сельта забила едва ли не единственный свой момент в середине первого тайма. Хетафы в очередной раз не смог реализовать ни одного из 3-4 своих реальных моментов. Леванте сыграл 3-3 с Барселоной. Каталонцы дважды по ходу матча вели в счете, но не смогли удержать победу ни со счета 2-0, ни со счета 3-2. Леванте, который наглухо в последнее время играл нулевые и низовые матчи, выстрелил трешкой в ворота Барселоны и, похоже, окончательно отстегнул команду Кумана в борьбе за золотые медали. Очный матч первого круга выиграл Леванте 3-0. Команды в последнее время обыгрывают друг друга на своем поле в сухую. У Хетафы идет серия из трех поражений 0-1. При этом можно говорить о фатальном невезении для команды Бардаласа. Сейчас Хетафы находятся недалеко от зоны вылета и команде нужна еще одна победа, чтобы выезд к Гранаде в последнем туре был формальностью. Леванте уже ничего не нужно. Левантийцы, неважно, провели концовку сезона. Пожалуй, единственным светлым пятном была минувшая игра против Барселоны, в которой Леванте отцепил каталонцев от борьбы за золотые медали. Учитывая важность матча для Хетафы, а также то обстоятельство, что команде просто катастрофически не везло в минувших играх, тут уже не мытьем, так катанием хозяева должны с горым пополам добыть победу. Из связки ставок тотал меньше, обе забьют нет, победа хозяев самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше 1.72, на обе забьют нет 1.69, на победу хозяев 1.65. Конечно же, в норме здесь должен быть очередной низовой и нулевой матч, но последние три поражения на 1-0 много даже для Хетафы в плане низовых и нулевых матчей. Поэтому тут запросто может проскочить даже счет 2-1. Поэтому, наверное, надежнее будет поставить на победу хозяев, которым она нужна очень сильно. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.